привет привет я сейчас приду сейчас моя гапа привет 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 так сейчас я появлюсь здесь у себя приветище я вас рада видеть хоть я вас вижу только виртуально привет привет хоть я вас вижу только по вашим никнеймам но тем не менее я вас очень многих уже узнаю здравствуйте когда у вас будет курс для начинающих любой мой курс идеально подходит для начинающих например ссылка в шапке профиль идеально вам подойдет мы скучали и я скучала на самом деле спроси меня чтобы я хотела делать я бы хотела бесконечно долго находиться в прямом эфире и давать вам пользу давай 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 hello hello всем привет привет ждем пока все соберутся я пока что открою материал который мы будем делать сегодня так параллельно смотрю параллельно смотрю космическое спасибо большое на самом деле конечно же это вы космические и я знаю что я уже тысячи раз это говорю но невозможно ничего в другом человеке рассмотреть такого чтобы вы не видели в себе именно потому что вы космические вы видите во мне именно такое качество привет приветище привет рубашка прикольная да узнаете это карл видите карл лагерфель то кто его узнает это его видите много-много карлов на мне все пришли да нет не всем я хочу начать марафон по разговорному английскому но как не решусь боюсь но вы и бойтесь вы просто хотите что я в не бойтесь я уже сто раз сказала знаете если вы продолжаете бояться ну что могу сделать а ребят вы просто переоцениваете некоторые события это всего лишь марафон который стоит всего лишь 990 рублей длится всего лишь 30 дней 33 дня это вы потом узнаете что он огонь что он супер что он душевный классный полезный эффективный но боитесь вы чего то есть вот ну это называется рациональный страх чего вы боитесь вот гучи классная рубашка нет рубашка не гучи привет привет спасибо все приятно читаем а я начала марафон вдохновилась одной фразой с прошлого прямого эфира добро пожаловать все вы педагоги были как на жалвазик а то уж многие слишком эго завышено слушайте я если честно немножко против такой позиции потому что что такое эго завышено завышено относительно чего вообще я я из тех кто считает что нет никакой шкалы да нет никакого завышено занижено есть только что-то в сравнении то есть вы сравниваете с чем-то и это что-то не соответствует абсолютно каждый в этом мире вы и мы и я не он кто угодно может о себе думать что он хочет это его право абсолютно точно я не педагог кстати да я тренер педагогика наверное что-то другое наверное вот возможно педагог ну в общем я глубоко вы именно в педагогику не копала результат есть и слава богу да это сам для меня до важнее всего результат потому что но вода мокрая камни твердые и ну если я использую более менее хороший инструмент экологичный да ну то есть не через критику не через бесконечную ругань и ненависть да я заставляю ребят становиться лучше то у меня все в порядке вот поэтому сейчас в твоем марафоне 3.0 он помог мне приобрести уверенность и почти начинаю общаться и осознавать что я не пропащая в английском да давайте только договоримся что следующий раз вы начнете осознавать что вы огонь в английском потому что как скажете как скажете так и будет а там будет общение практика ну пишите узнаете привет 17 день марафона все супер огонь я рада алекса тем более у вас алекс наверное да не алекс на алекс хочу очень начать твой марафон начните когда старт марафона ой или два или через через два дня наверное послезавтра наверно да я не ориентируюсь в днях привет из минска яркий образ вы невероятно начал 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 марафон спасибо большое минску тоже большой привет честно скажу я много где вы знаете что я много путешествую минск наверное чистейший город я я еще не была в сингапуре но там наверное тоже будет очень чисто но ну сингапур-то сингапур окей минск потрясающе чистый город вот спасибо большое минск что вы есть что вы таким примером вдохновляете ваших соседей я верю что это важно где ты родилась я родилась в афинах как записаться на вторую ступень марафона написать нам на e-mail если вы прошли первую ступень либо напишите в директ ты была на сахалине у нас круто на сахалине не было я везде хочу честно признаюсь я хочу везде я очень хочу на байкал я очень хочу на алтай в алтай не знаю как правильно я везде очень хочу и я уверена что обязательно буду это осуществлять ну поделюсь тоже с вами да есть англии частью моей жизни английский да есть часть моей другой жизнь на другая жизнь вот другой жизни я очень очень хорошо дружу с фондом дикой природы и и имею честь от них быть удостоена званием хранитель земли и вот у них есть такая программа которая позволяет путешествовать по россии посещая самые разные заповедники хранители земли те кто обладает таким вот титулом он просто так громко звучит на самом деле это просто вот есть такая штука получают особое приглашение у меня серьезные планы на такие путешествия честно признаюсь потому что я очень хочу посмотреть природу россии великую великую природу великой страны так 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 ой сколько всего здесь вчера был первый день марафона и уже приснилось как во сне пытался разговаривать на английском это огонь о да как же здорово после тяжелого рабочего дня подключиться к твоему огненному эфиру всем привет 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 сколько тебе лет мне всегда больше чем вам кажется здравствуйте диана здравствуйте спасибо вам огромное за ваши продукты марафон и квест все прошло и такой огненный результат я в поездке за границку наконец-то понимала что мне говорят на английском это кайф ну круто же ну круто же мы для этого все и делаем я вчера так ржала с вашего гхт просто ворк где-то плачет один котик лучше тренер спасибо вообще да у меня делал то моя я всегда говорю что английском принципе это одинаковый да и репетиторы и тренеры мы ничем не отличаемся мы рассказываем одно и то же если например репетиторы по математике у них просто поле большое математического знания да они могут что-то реально через другие вот разные знания рассказывать то давайте будем честными те кто преподает английский рассказ об одном и том же об одном и том же и прикол в том что надо сделать пора бы сделать так чтобы у нас уже услышали в моем случае сильная черта это то что какая-то волна мой настрой где-то упертость где-то пробивает у тебя иногда реально вбиваю слова в голову вот вы меня просто слышите а совсем с нуля подойдет первая ступень марафон на да абсолютно ты была в лондоне да была при этом армавира армавир привет армавир славится я сейчас приступлю обязательно я просто отвечаю на ваши вопросы армавир славится между прочим армавирская школа борьбы очень известная там прекрасные тренеры и там прекрасные чемпионы я мастер спорта по тяжелой атлетике и по пауэрлифтингу поэтому спорт для меня у меня очень большой круг общения профессиональные спортсмены это вся моя жизнь да и очень много борцов самбистов дзюдоистов вообще кого угодно да поломанные уши это частые частые гости в моем доме и армавир это потрясающий город рассада талантов и у меня там живет мой очень хороший друг тренируется и обязательно поедет на олимпиаду так что ждем здесь вы точно не были точно не было ленте мирей тоже первая ступень ступени это не ступени уровней так ну-ка прекратите друг другу путать этими фразами для всех уровней ссылка в шапке профиля для всех уровней внутри вам доступны все задания всех уровней привет привет не просто слышали захотелись слушать я рада привет из ростова ростов привет скоро к вам поеду самару самару самаре тоже самаре тоже у меня живет мой прекрасный чемпион сереже привет мне тоже самар очень надо привет привет из татарстана зеленодольск татарстан тоже привет в марте в начале марта я поеду в казань совсем скоро уже на следующей неделе вы получите анонсы встречи в казани встречи даже будет целые две встречи одна будет заряжающая мотивационная вторая будет только про английский запись регистрации начнется уже на следующей неделе и вот так что казань скоро мы с вами увидимся и плюс еще в казани будет проходить чемпион чемпионат мира по самбо это потрясающе я узнала если честно об этом после того как мы запланировали там семинар естественно я всегда езжу со своими друзьями вот так что нам ну там уже по мужикам будут по мужикам есть просто спортсмен такой по юниорам по мужикам там уже по мужикам выступления и мои друзья там тоже будут выступать а когда в питере ждать в петербурге я была совсем недавно в декабре и там был прекрасный семинар на очереди казань и ростов казань это начало марта по-моему третье или четвертое число и ростов это апрель точно дату не помню ассистент мы точно знает но это апрель так что сибирь тоже ждет слушайте но вы сейчас моя я жду вообще все всех всегда абсолютно точно и почему-то сейчас пришло в голову если не пришло в голову значит нужно об этом обязательно сказать сегодня говорили про эго видимо кому-то это нужно услышать и либо мне это нужно просто сказать я действительно очень амбициозно я точно знаю куда иду я точно знаю куда я веду а тех кто идет вместе со мной эта уверенность она помогает не только мне она помогает и тем кто вместе со мной по этой дороге как я уже сказала идет и и я точно знаю что у меня впереди очень большие планы большие аудитории большие идеи будем делать с вами большие дела и сейчас как на как раз когда меньше года назад да полгода назад нас было тысячи человек в группе сейчас нас уже скоро будет 60 тысяч человек и и сейчас я хочу сказать каждому огромное спасибо за то что вы вместе со мной ну я-то начинаю я уже 15 лет тренер кто кто не понимает да кто здесь вещает все такая да а я тренер по английскому я уже 15 лет тренер но вот совсем относительно недавно да год где то чуть чуть меньше меньше мы с тобой общаемся вот уже на таких масштабных масштабах я наконец-то просто начала развивать заниматься группой в инстаграме и как видишь это востребовано у нас с тобой абсолютно точно впереди очень большие дела и я очень благодарна тебе что ты этот путь идешь сейчас вместе со мной именно сейчас я не знаю что здесь будет когда будет 100 200 300 400 тысяч подписчиков такой момент конечно придет у меня его не может не быть но я сейчас невероятно кайфую узнавая ваши никнеймы узнавая вас в марафоне узнавая вас из марафона по никнеймам в инстаграме по вашим фотографиям когда вы приезжаете на семинар я узнаю вас лично я захожу на ваши страницы у меня всегда хватает времени может быть я где-то тихонечко себя веду но поверьте я всегда всегда смотрю слежу все читаю все вижу да не всегда я на это реагирую но это моя такая система я понимаю где рационально это сделать да где нерационально самое главное что от вас идет поток не всегда на все необходимо отвечать но поверьте я в каждом вашем слове всегда присутствую за всем смотрю слежу мы всей командой за вас болеем всегда мы с вами играем на одной стороне мы за вас горой всегда вы всегда можете на нас положиться что мы вас поддержим что мы всегда в вас верим и иногда когда это забывается забывается да что ты сильный и ты сильный и все у тебя получается уже сейчас для этого у тебя есть мы заходи всегда мы тебе рады всегда напомним что ты умница на семинары только из других городах прямо сейчас пока что я в москве семинары про английский у меня два варианта семинаров во всех выездных городах будет один семинар отдельно будет набор на семинар по мотивации по прокачке реальности потому что я уже 8 лет занимаюсь чуть больше психологии и коучингом я очень сильный эксперт в этом как видишь и отдельно будет английский приезжайте в тагил приеду когда-нибудь смелый привет привет и томленное спасибо нет разницы с какого марафона лучше начать сначала разговорное или произношение или наоборот я вот сегодня написала об этом в вопросе если есть возможность совмещайте то есть они вообще ну не зависит от того с какого вы начнете то есть что актуальнее если выбор стоит ну начните с разговорного потому что он наполнен может вам все остальное не понадобится Диана привет из Владимира привет привет Алина мы тебя любим друзьям всем про тебя рассказываю спасибо большое я жду марафона настроена на ура ура я тоже настроена на ура и сегодня мы продолжаем привет тагилу тагил дорогой тагил привет тебе весь тагил меня сейчас слышит и а те кто не слышит пусть у каждого в прекрасном тагиле и прямо сейчас прямо в эту секундочку жизнь станет еще лучше настроение улучшится самочувствие улучшится и все будет прекрасно все все вам отправляю привет из Магадана спасибо вам за любовь к английскому это наверное лучшая похвала вы знаете наверное это самое важное для меня чтобы вы любили то что вы делаете потому что дело все ежики плакали и кололись но продолжали есть кактус ну как бы можно на кровавом пузе доползти можно конечно а зачем можно бежать с камнями в ботинки можно ну зачем если их можно вытряхнуть поэтому когда вы любите этот процесс да вы получаете в разы сотни десятки раз больше результаты это же самое классное правильно после марафона я немного отсутствовала по здоровью теперь вернулась смотрю на youtube и записываю умница спасибо тагила всегда пожалуйста ну что мои хорошие так я говорила про про Санкт-Петербург говорила жду марафона как никогда ничего не ждала ребят я вас единственное прошу я рада я счастлива от ваших таких вот супер предвкушений запоминайте эти ощущения пусть они всегда вас сопровождают вне зависимости от того начинается ли марафон какой-то или не начинается пусть у вас все всегда сопровождается супер наслаждением в жизни честное слово а я закончила марафон 3.0 первая часть квеста пошла на разговорный это огонь как и все остальное я понимаю что говорят и смотрю сериалы это просто супер реально Дианочка спасибо самое лучшее наше нет Диана просто классная давай договоримся мы у каждого самый лучший самая лучшая ты у себя самая лучшая я у себя самая лучшая других самых лучших нет все остальные просто хорошие окей так все давайте закончим с вот такой не имеющий отношения к английскому я вас тоже всех обожаю вот но тут не обо мне да вы лучше я все все ловлю я все про себя знаю поверьте мне я себя умею хвалить чему я вас учу поэтому давайте договоримся когда вы хотите похвалить меня вы сначала смотрите в зеркало и хвалите себя это важно мы в марафоне начало положено весь отдел да отдел привет я живу с дочкой на английском с рождения вот моя мотивация я люблю английский все правильно это замечательно хорошо ну что мы вчера 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 это было мы вчера с вами делали silent letters а нет не вчера позавчера вот сегодня мы их продолжаем делать это значит что мы продолжаем нарабатывать у тебя классные навыки в сфере произношения почему это важно потому что произношение это не о транскрипциях произношение это не о зазубревании вообще да это не о том какие звуки правильные какие неправильные это о твоем каком-то стиле о твоей интонации которая естественно базируется на принципе шэдоуинга да шэдоуинг кстати ну-ка махните рукой в комментариях кто был на эфирах когда мы с вами делали технику шэдоуинг кто был так вот да вера веру помню конечно да все все супер действительно мы делали мы делали шэдоуинг это инструмент позволяющий через иллюзию как бы да копирование другого формировать собственный звукоряд звукоряд вот так это пусть звучит вот так что штука полезная не дадут мне соврать все кто в этом принимал участие дает мгновенные результаты это то что я использую среди прочих инструментов в марафоне по произношению вообще честно за все время ну как я уже сказала я уже больше 15 лет тренер целый год 15 лет ну уже 16 там может чуть больше честно вам признаюсь из всех курсов программ стратегии обучения чего угодно марафон по произношению кажется мне самым емким продуктом честно вам это мой самый любимый именно с точки зрения емкости потому что за 30 дней я упаковала все что может быть связано с произношением с интонацией с чтением с улавливанием на слух и аналога я не видела до сих пор вот поэтому я предлагаю вам сделать это вложение в себя в свое время вложение равно 970 рублей за весь 30 дневный курс вы видели живые отзывы да конечно его можно найти он в закрепленных сторис либо напишите мне в директ чтобы я там ссылку прислала на него я выложу после эфира ссылку но я рекомендую либо сейчас зайти и посмотреть закрепленные сторис либо пойти написать сейчас в директ чтобы пока и вернуться в эфир чтобы вам уже прислали ссылку к этому моменту потому что есть ограниченное количество и конечно нет возможности взять всех всех желающих поэтому когда ссылка активна я вас приглашаю потом я как вы видите я ухожу в процессы внутренние марафоны и возвращаюсь к вам слушаю эфир и пишу there is я кстати очень благодарна вам за то что вы отмечали меня в своих сторис где вы делали все задания которое я вам поручила оно было абсолютно абсолютно легким но главное было его сделать вообще помните что основное коварство оно как раз в легкости да оно кажется что ну это слишком просто и так понятно и так далее вот если вы посмотрите пост последний да про агеры мы кстати сегодня будем разыгрывать прямо сейчас я буду это делать буду разыгрывать подарки вот если вы посмотрите на сто комментариев вы найдете два или три где человек было задание напиши это слово напиши прямо в комментариях были комментарии их было мало но они есть ой теперь главное запомнить или например ой какое полезное слово вот здесь вы себе делаете ну буквально хуже если задание скажите вам говорит эксперт напиши напишите понимаете вам иногда кажется это понятно это легко запомню вам скажут напиши ну напиши ты как классно что мне вас посоветовали я обязательно после эфира пойду регистрироваться супер я рада всем привет Денис привет спасибо за совет смотреть видео опры уинфри я английский улучшаю интересные мысли слушаю да опра уинфри это конечно же я всегда вам рассказывала марафонс об этом знаю я всегда рекомендую идти через менталитет это в принципе то что мне помогло когда-то в русском когда мне взяли очень в детстве очень толкового репетитора по русскому она первое что сделала дала мне большой большой список мультиков фильмов ну советских русских российских я смотрела я квн да я помню мы смотрели семьей потому что менталитет это важнее грамматики поверь потому что менталитет поможет тебе слышать что тебе говорят чувствовать язык ты самостоятельно научишься и с артиклями разбираться в общем будет очень много классных бонусов от менталитета и как раз обра уинфри мы здесь тобой занимаемся американским вариантом английского языка это на мой взгляд сейчас самое актуальное что есть потому что культура в основном льется да это фильмы это песни льется все таки американская и игнорировать американскую культуру было бы странно она есть она отличается но она есть в россии не преподается история америки ну естественно да так как она преподается в самой америке и полезно знать и про президентов честно признаюсь да полезно знать что поется в гимне америки полезно знать крупных каких-то их блогеров полезно знать много каких-то моментов вот опера уинфри это одна из инфлюенсеров как сейчас можно да инфлюенс это то что влияет она действительно очень влиятельная влиятельная персона она известна не просто как ведущая вы знаете Америка это страна не только больших возможностей потому что до возможностей есть высокая конкуренция и есть действительно такая присказка что если у тебя получилось в Америке то у тебя получится везде потому что ну требования там высокие и то что доходит в итоге как актрисы певцы выскочек нет обычно это ребята которые очень рано начинают что-то делать и они копят свой запас прочности просто загораются в нужный момент вот поэтому ведущий в Соединенных Штатах Америки это не просто ведущий это вся какая-то еще история это очень классно да вот Оупра Уинфри как и Эллен Де Дженнер да Оупра Уинфри тоже у нее потрясающая история она более того ее история мне кажется даже интереснее чем ее путь ведущий поэтому посмотрите поинтересуйтесь потом плюс еще да она сняла очень интересный цикл мастер-классы со знаменитыми личностями она брала она потрясающий интервьюер задает очень интересные вопросы она раскрывает личность очень здорово причем в отличие от российского познера вы именно в этот момент не Оупру Уинфри видите ее ум а вы видите ее того кого она интервьюирует познер все-таки такой он просто сам псих классный да это очень разные это тоже менталитеты зайти посмотреть понять кто эти люди да которые доносят до вас эту культуру чью культуру вы сейчас изучаете взяв вот пазл под названием язык да английский язык так что обязательно любопытствуйте какая в принципе была история в Америке обязательно узнаете про сегрегацию да обязательно узнаете про протеид в суд как это называется южная о май гад юар в общем про протеид вы поймете там где был Нелсон Мандела это то что расширяет сознание потому что я всегда вам рассказывала что мыслить out of the box да из коробочки да вот из коробки выглянуть это очень полезно сейчас кажется что мир маленький потому что вот он вот моя квартира вот моя работа вот моя семья и я хочу путешествовать знаю английский но все придет на состояние то есть вы сначала познакомьтесь с этим миром а затем уже вы поймете вы еще лучше будете английский осваивать зачем я сейчас вообще это все да африка африка вы не поверите африка я на букву африка а вот причем я суд на испанском слово южный вспомнила а все остальное просто пустой лист вот зачем я вам все это рассказываю я рассказываю вам потому что это триггер интереса у вас возникнет интерес то есть там не может не возникнуть интерес у вас обязательно возникнет интерес и и вы уже будете не учить английский вы будете его просто брать понимаете вы слышите какая разница в энергозатратах просто брать и учить легче конечно первое вот поэтому обязательно интересуйтесь эрудиция абсолютно точно будет вас вести вперед вот и вы уже выйдете из состояния вечных учеников вы будете интересными личностями я напоминаю да как говорил Сталин информация это мать интуиции то есть иногда нам кажется что мы интуитивно что-то чувствуем на самом деле наш мозг он просто обрабатывает имеющуюся информацию накопленный опыт какие-то знания и выдает вам очень классный максимально вероятный исход события вот так как это все делается это не какой-то ДНК там или что-то это все абсолютно научно доказано и уже давно существует именно вот в таком формате и я не знаю почему именно сейчас да мне это пришло видимо кому-то это было нужно поэтому я об этом рассказываю у меня такое всегда потоковое состояние как вы понимаете окей у меня сегодня шесть мой итальянский хорошо мы с вами продолжаем продолжаем делать silent letters я выложила вчерашний эфир на youtube что хочу сказать пожалуйста стремитесь посмотреть запись прямого эфира на странице в инстаграме потому что здесь видны комментарии здесь видна атмосфера ну и просто это весело хорошо так мы вчера значит взяли с вами line foreign bright нам да три буквы взяли мл диана привет привет я что-то запуталась квестами уроками хочу жить занятия написать вам да просто пройдите по ссылке в шапке профиля и распутаетесь очень быстро все будет легко и просто так мои хорошие я закрываю комментарии так да что я смотрю тут больше ничего не может быть написано окей так мы значит с вами продолжаем silent letters напоминаю что silent значит тихий да silencio тишина articulation вообще articulation отличается от pronunciation минимально артикуляция это больше то что вы делаете физически своим ртом да как язык там как небо у меня для вас хорошие новости я их повторял и повторю еще раз язык это самая сильная мышца нашего организма это мышца в принципе да и самая сильная к тому же это значит что язык можно натренировать на что хотите и русскому языку очень повезло потому что у вас есть возможность сказать абсолютно любой звук любого другого языка например и про это тоже говорила но повторю китайцы там не говорят букву r звука r у них нет греки не говорят не шипят ну вот нет уже жэшэ да не джордж буш адзорс бус не анжелина джоли анзелина дзоли да и очень забавно когда к тебе подходит взрослый мужик грек и он ну на самое распространенное имя в греции это йоргос у меня даже папа так зовут моя фамилия кстати означает ребенок йоргоса вот ну по-русски это георгий георгий да так произносится вот и американский вариант это джордж да аналог так вот если грек подойдет к вам с такой брутальный большой и скажет hello my name is dort это очень смешно звучит но он ничего с этим сделать не может более того он даже не знает как странно он звучит в этот момент но это забавно поверьте это очень забавно поэтому приходилось да приходилось учить но мне было легко потому что у меня с детства да английский был и у меня не было вопросов там эти звуки есть у меня маме моей например было сложнее потому что языки она стала изучать позже в жизни и она до сих пор у нее еще эти звуки но она их не так прям чистила чистила хотя у меня вся семья занималась логопедами и у моих родителей очень чистый язык любой любой у меня родители полиглоты и любой у них язык чистый причем вот тоже хочу дать надежду тем кто она ее хочет там где-то местами подрастерять мой папа слабослышащий и это еще громко сказано да в общем мой папа не слышит вообще там пять процентов одним ухом это ничто и не слышит он уже больше двадцати лет и за двадцать лет он еще два языка новых освоил можно 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 нет никаких ограничений абсолютно поэтому тут просто вопрос как вы хотите как вы готовы работать но при этом при всем мои родители тоже наслаждаторы они никогда там ничего не будут делать через силу так что это все не о часах зубрежки это просто найти интересный рычаг да рычаг интереса рубильник вот этот вот включить и все и он заработает и все будет прекрасно окей так хорошо а и 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 Потому что точный перевод я дам и давала уже в прямом эфире под названием «Модальные глаголы». Вы можете зайти на YouTube-канал, ссылки у меня везде есть в закрепленных сторис, ссылки есть вот в недавних сторис, сегодня, да, задавали вопрос. Пройдите, посмотрите этот прямой эфир. Каждое должно быть на своем месте. Там, где мы разбирались с переводами, там были переводы. Здесь только произношение. Так, дальше, что еще здесь я могу выбрать? И запомните, что talk to somebody, с кем-то поговорить, не talk with, а talk to. I'm talking to you. I'm talking to me. Are you talking to me? Если вы слышали такое, на американце произносят, произносят, окей. Are you talking to me? Talking to me. Not talking to me. Американский язык так устроен, и, в принципе, английский. Ну, я не суперэксперт в британском, но что-то там где-то знаю, конечно. Американский язык устроен на облегчение фразы, на быстроту сказанной фразы. То есть вот задача американского английского, в принципе. Поэтому вам, ваша задача знать грамматику и слушать, как говорят в тех ресурсах, которые я вам даю. И вот тогда вы это знание объедините. Когда вам будет говорить, are you talking to me? У вас в голове не возникнет, то есть если вам скажут, запиши, пожалуйста, фразу, и произнесут слух, are you talking to me? Вы запишите talking to me, потому что вы будете знать, что по-другому там быть не может. Это важно. Хорошо. Дальше. Что еще здесь? Ну, и давайте слово половина. Half. Не half. 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 У L не читается. Half. Напоминаю, что задание по разделу final letters у вас. Каждый раз я даю букву, и вы самостоятельно после прямого эфира ищите еще два-три примера, где эта буква глухая. А, еще давайте хорошее слово скажу вам. Это слово лосось, который вечно страдает, бедняга, как его только не называют. Почему он страдает? Да потому что он много где встречается в меню, да, и вы заказываете пасту с лососем, там, не знаю, пиццу с лососем, просто принесите мне лосось. Вот он не читается ни сальмон, да, он не читается сэлман, сэмон, L не читается сэмон, сэмон. Окей. Сейчас вы поймете, какую я букву здесь пишу. Вот это меня больше интересует. Ну, здесь может что угодно стоять, это вообще мне не важно. Буква пи не произносится. Пи не произносится. Так, ну, номерик, номерик и так далее. Обязательно посмотрите примеры тоже. Так, дальше погнали. О, отлично, N, да. Хорошее слово. Отм. N не произносится. Отм. Именно в таком сочетании, у меня еще есть там какие-то слова, да. Именно в таком сочетании она не будет произноситься. Есть еще одно слово, кстати, с таким сочетанием. Колонна, да, колом. N не произносится. Это важно. Так, современнее сказать, кстати, не autumn. Autumn это осень, да. Но современнее сейчас сказать не autumn, а fall. Это прям хороший такой американский английский. Fall. Так, дальше, дальше. О, тоже хочу. Хочу букву S. И когда вы ее ale, island, не произносите. Ну, это, понятно, остров. А это, знаете, что, это тоже вам будет полезно, когда вы смотрите романтические фильмы американские, там кто-то выходит замуж, и невесту ведут по вот этому коридорчику, да, где вот в церквях, ну, проходик вот этот. Я не знаю, есть какое-то правильное его название. Я его не знаю. И вот он, вот это так называется. То есть вот он ведет принцессу, принцессу, ну, принцессу на королевской свадьбе. Это была принцесса. Так, и еще хочу вам дать букву T. Так, какие слова? А, да, конечно. Listen. Listen, I am alone on a crossroad. Я не Бейонсе, эту песню поет Бейонсе, да? Listen, буква T не читается. Так, еще что? А, конечно, often. Возможно, вы встречали людей, которые говорят often. Often. Где-то в Британии такие есть. Это не мы. Ну, и, конечно, ладно, давайте... Нет, потом вы ее не найдете. Ищем еще слова. Помните, на каждую букву вам еще нужно поискать слова. Так, и, и, и... А, ну, давайте, конечно, букву W. Давайте. Хорошая буковка. Хорошая буковка. W эта буква называется. Так, возьмем слово отсюда какое... А, давайте возьмем слово целый. Whole. W не читается. The whole pie. Целый полный пирог. Вот целый, целиком пирог хочу. Whole. Ну, и всякие, типа, неправильно. Oh, this is wrong. This is wrong. W не читается. И... Хорошее слово. Wrap. Это с W такая, да? Это... Такой, знаете... Вы можете иногда прийти в какой-нибудь фастфуд ресторанчик, и там будет вот wraps, да? Это роллы такие, которые закручены. Вот. Ну, знаете, как-то в лавашек, как шаурму, закручивают еду какую-то. Вот это будет wrap. И когда вам подарки запаковывают, да, это все unwrapping. Unwrapping. Распаковка. Соответственно, wrapping, запаковка. Вот. Так. Ну, в принципе, их много, да? У меня здесь еще есть целая табличка. Но я хочу, чтобы... Чтобы... Что вы сделали? Я хочу, чтобы вы занимались маленькими заданиями. И, пожалуйста, ну, делайте вы их. А не крошечные. Это сесть и погуглить. Хорошо. Не хотите отмечать меня в своих сторис? Не надо. Да, окей. Не посмотрю там, не проверю. Ладно. Но, пожалуйста, сделайте просто, чтобы это не осталось на уровне вау-эффекта. Или, ой, теперь я это знаю. Закрепите. Мы с вами из раза в раз говорим о знаниях навсегда, которые с вами останутся. Это как раз то знание, которое останется с вами навсегда. Понимаете? Навсегда будет с вами. Всегда. Вот. Пожалуйста. Пару минуточек уделите этому. Так, я возвращаюсь к вам в ваши комментарии, вопросы. Ой. Привет. Такие вопросы по нашим сайл-эдэрс. Отличный вопрос про сайл-эдэрс. Вы себя спрашиваете почаще, почему вы английский не знаете. Может быть, потому что, когда вам рассказывают про сайл-эдэрс, вас брюки интересуют. Просто спасибо. Просто пожалуйста. Как всегда, очень познавательно. Спасибо, спасибо. Вопросов нет. Отлично. Как хорошо, что вы все знаете. Да, вы знаете, ну, вы заметили, что мы с вами не делаем какие-то огромные-огромные пласты информации не берем. Но это не работает. Просто это не работает вообще. Если я вам скажу тысячу слов сразу, да, если я вам 200 слов скажу, в общем. Они вам будут, вам будет интересно и любопытно. Только когда вы смотрите в голове, ничего не отложится. Я один раз в Италии просила упаковать еду. Рэп. Меня не поняли, подумали, что рэп прочитать. Ну, лучше говорить им пэк, да, они вообще там говорят доги's, как они, доги's box, ну, типа, доги-бокс, да, как бы для собачки упаковать. Ну, итальянцы, ну, это итальянцы. Ну, что вы от них ждете, они английский не знают. Первые слова, на что были, вот, куда, посмотрите, запись в эфире, я не помню. Благодарю вас, очень понятно, все понятно, я рада. У меня трактор работает под окном. Обалденно ценная информация, просто вы вообще ни разу энтропию вселенной сейчас не повысили. Этот эфир будет сохранен или буквы будут где-то еще раз повторены, а то не успела записать на улице, была. Я сохраняю, я сохраняю, конечно, прямые эфиры, они хранятся здесь 24 часа, дождутся вас. Лали, привет, видимо, есть какая-то Лали, вы откуда, какая разница, это не как ваш английский. Вот, слушайте, а почему, вот давайте так, вы мне ответите, почему не солнце, а солнце? Ну, что за вопросы? Да какая разница вам? Вы всегда идете в какие-то ненужные вопросы для себя. Ну, что вы пытаетесь этим понять? Почему? Потому что вас устраивает такой ответ. Ну, нет там никакого правила, ну, выдохните вы, ну, расслабьтесь. Ну, вот для кого я рассказывала про то, что лишние вопросы вас жутко закапывают? То есть, когда нужно фокусироваться на правильном, вы фокусируетесь просто вот вообще на странном. Это же вопрос фокуса. Напишите себе на бумажке, я сейчас фокусируюсь, да, на том, что нужно? Ну, если нет, ну, переставайте это делать. Ну, все же просто так. Чуть-чуть просто секундочку подумать. Спасибо большое. Спасибо, бегу делать, а то еще надо успеть сделать мега-крутое задание из марафона. Так, только без спойлеров, только без спойлеров не рассказываем, что у нас в марафоне. Я жду, конечно же. Ой, а мне кажется, у вас случайно не такая же аватарка в марафоне? А-а-а, мне кажется, помню такую фотографию. Конечно, у меня нет возможности всех узнавать, ну, сами понимаете, в марафоне марафонцы регистрируются там своими именами, своими фотографиями. Марафон проходит у нас на онлайн-платформе, в закрытом кабинете у каждого участника. И, ну, это не инстаграм. И, соответственно, в закрытом кабинете только я могу видеть, что участник делает. А еще есть этот, общий чат, общий чат-болталка. Вот, и мне всегда казалось, что, ну, я не смогу, наверное, запоминать, уж узнавать, ну, не было задачи запоминать всех и узнавать. А сейчас я реально вас узнаю очень часто. И вообще, как понять, где читаются эти буквы, а где нет? Слушайте, вот я вам дала слова. Вы что думаете, что в одном же том же слове будет читаться, а где-то не будет читаться? Ну, вы что, алло? А вы просматриваете, соответственно, задание, если был приобретен минимальный пакет? Да. Я все ваши задания вижу. Всегда. Всегда. И болталку я просматриваю, каждое сообщение, каждую фразу. Я не буду скрывать, у меня нет возможности отвечать на все. Ну, поэтому я разделила все по времени. Но у меня все так продукты устроены, что я обязательно во всех должна участвовать. Обязательно. И даже тренер, ну, тренер, которого я обучила и взяла себе в поддержку, но это он в поддержку, я все равно все смотрю. Абсолютно точно. Просто на что-то не реагирую, и это вот время, да, которое у меня экономится, я могу уделить на что-то еще. Ни в одном и том же слове, а вообще, где читаются те буквы, ни словах каких нет. Так, вы не про то, о чем я рассказывала. Пересмотрите эфир, очистив голову от вот этого, ну, ну, не про это, это. Ну, не про это, это. Классная учительница. Очень круто, все доступно и понятно. Я рада. Мне даже нравится, как преподаватель. Спасибо за эфир. Спасибо. Я в марафоне уже восьмой день, он супер, обязательно пойду еще к граватику. Диана, спасибо. Спасибо большое. Я не успеваю. Каждый день проходить, через 30 дней все закроется, выдохните, во-первых. Значит, рассказываю, как все устроено. 33 дня длится марафон. У вас нет никакого обязательства делать секунды в секунду. Задания открываются с 6 утра по Москве, но выполняете вы их в любое удобное вам время. Это первое. Если вы пропускаете день, 2, 20 дней, ну, конечно, давайте не надо, но вдруг, задания все равно дождутся вас в вашем кабинете. Тоже жирный бонус. И плюс еще я даю 10 подарочных дней доступа. Итого у вас получается 43 дня. Поверьте, за это время можно сделать марафон 3 раза, если не больше. Все, времени достаточно. После 43 дней, да, доступ закрывается. Но поверьте, эти материалы вам больше не нужны. Если вы их сделали, ну, выдохните. Все, они вам уже свою пользу отдали. Спасибо. Всегда пожалуйста. Три-ри-ри. Напоминаю, что меня можно отметить в своих сторис, и я посмотрю, как вы сделали задание на Silent Letters. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Гапи. Сейчас давайте собаку зовем. Гапи. Гапуш. Интересно, придет? Гапи, ко мне. Не, не придет. Гапи. Нет, идет, идет, идет. Гапи. Ко мне скорее, скорее. Сейчас я вас с Гапой познакомлю. Кто еще не знаком с моей Агапи? Хочу научиться читать. Читаю плохо. Можно научиться ли в марафоне произношению этому? Конечно. А по мотивации есть такие марафоны? Да, иди сюда. У меня на странице. Садись. Есть марафон под названием «Баланс». Это не марафон, это курс. Он достаточно такой. Вот моя собака. Вот это моя собака. Это мой Доби. Мой маленький домашний эльф. Давай лапку. Вот дает собака лапу. Дает собака лапу. Иди сюда. Иди сюда. Давайте. Гапа будет вести прямой эфир. Здрасте. Как правильно выучить неправильные глаголы? Очень легко и просто. Просто учить их. Гапушка, да. Я ваша довеки. Диана, привет. Я тоже участвую в марафоне огненном. Как ты говорила, огонь, огнище. Я сама как учитель вроде бы и разговариваю. Но после знакомства с вами стала уверенной. Спасибо. Гапе тоже билингв. Да. Гап, тебя надо в нос почеловать. Дю, а Гапа шикарная. Гапа шикарная. Гап, иди сюда. А сертификат всем даете? Даю всем активным сертификат. Кто делал задание, получает сертификат. Да, я выдаю сертификат. Ой. Вот такая собака. Вот так нужно собаку обнимать. Пришла собака обниматься. Садись. Давай сидеть. Вот молодец. Давай ловко. Вот так вот. Вот так вот. Гапа такая гапа. Кто спрашивает меня в директ, что значит имя Агапи, это значит по-гречески любовь. Так что любви у меня дома полно. Как его получаешь? Кого его? Сертификат? Проходите все. И по окончанию всех сроков марафона, если вы его прошли и делились со мной своими ответами, мы присылаем вам сертификат. Еще что-то будет про язык сейчас? К слову, мой пёс тоже всегда прибегает, когда я смотрю ваши эфиры. Гапа всегда, чаще всего гапа лежит у меня прямо на ногах. Вы просто не видите этого, но гапа приходится, приходит ложиться. К слову, так, можно еще записаться? Да, ссылка в шапке профиля. Английский любят все. Хочется потискать. Я с гапой на английском разговариваю редко. На улице люди побаиваются, когда ты начинаешь. В России вообще странно относятся к другим языкам. Греческий вообще для вас звучит... Что это? Вот. То есть, если не сказать там калиспера-калимера на улице, ну, я, конечно, издеваюсь в произношении, чтобы вы поняли. Что за произношение? Ну, потому что вы путешествуете в Грецию, да, и знаете. Вот. Так что-то узнает. Я тоже в марафонах. Это реально очень круто. Всем родным и близким советую. Уже вижу в комментах своих знакомых. Они тоже в восторге. Очень полюбила английский. И он стал частью жизни. Как же я счастлива такое от вас получать. Субтитры из фильмов и мультиков обязательно переводят. Или лучше по произношению улавливать из этого достаточно на первое время. Слушайте, я полностью даю стратегию просмотров субтитров в марафоне. Ну, спокойно поучаствуйте и получите инструмент. Мадина, вы дознаватель? С какого города? Габ, может, хватит? Можно я тебя перестану чесать? Я уже в предвкушении и жду 3 февраля. Да, 3 февраля будет классно. Ой. Сейчас скоро уже инстаграм начнет мне напоминать через парочку минут, что мы с вами завершаем понемногу. Что мы еще с вами не обсудили? Что мы еще с вами не обсудили? Так, осталось полтора минуты. С ленью не могу справиться. Есть какие-нибудь мотивашки, чтобы заставить себя? Нет. Ну, не заставите вы себя. Сила давления равна силе сопротивления. Поэтому с собой нужно договариваться. Придите в марафон. Потому что в марафоне я же... Английский там просто инструмент. Очень много мы про барьеры, про страхи, про сомнения, про уверенность в себе. Все это прокачиваем. Ну, мне осталось полторы минуты. Даже уже чуть-чуть меньше. Которые я с удовольствием вложу в то, чтобы пожелать тебе прекраснейшего дня. Чудеснейшего вечера. Я, конечно же, вас везде приглашаю. Ссылка на марафон в шапке профиля. Ссылка на квест по грамматике в закрепленных сториз. Ссылка на марафон по произношению тоже в закрепленных сториз. Поэтому добро пожаловать. Если вдруг какую-то ссылку не найдешь, ну, просто напиши мне в директ. Без проблем. Пришлю. Все окей. Значит... Все. Все. Встречаемся дальше, дальше. Сейчас марафон не помогает. Ну, не помогает, потому что вы не хотите и не делаете. У вас уже что-то есть свое в голове. Вот. Пусть дальше не помогает вам. Кому-то помогает. Почему-то вы не берете их в пример. Вам кажется, что вам нужно как-то особенно прийти и понянчиться с вами. Нет, поверьте. Ну, все. Совсем скоро вы получите анонс нового эфира. И давайте тогда в следующем эфире оставляем еще задел. В конкурсе продолжайте участвовать. Кому-то подарок отправлю. Ой, скоро. Все. Обнимаю всех крепко. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok